Привет всем, друзья! Я проснулась только недавно. Долго, правда, спала, блин! Тусовка дненорожденная мне режим чуть-чуть подсыпала. Не могла вчера уснуть долго, а сегодня проснуться, соответственно. Я сегодня еду на танцы. Я думала, что они вечером, но я проверила на всякий случай расписание. И оказывается, что мне на 13.30. О, понятно, хорошо, что проверила. На самом деле, когда я это поняла, у меня была мысль даже на них не ехать. Что-то мне так резко стало. И страшно, что же важно, что скользко там еще. Ну, короче, я думаю, может поехать на такси или на машине. В общем, сейчас все решаю. Решила все-таки ехать. Думаю, блин, что я буду сидеть и не поеду опять на танцы? И так две тренировки пропустила, надо опять пойти туда. Так что сейчас пойду собираться. У меня часик времени еще есть. Введу себе чуть-чуть в порядок и поеду танцевать. Мне сегодня приснилось, что мой ТикТок зашел на 121 миллион просмотров. Именно на 121 миллион. Я помню, как я была где-то, не помню, где они дома. И я такая захожу в ТикТок, ой, там, наверное, уже точно лям просмотров. Захожу, а там 121 миллион. Я такая, чего? Ну, я зашла, на самом деле, когда проснулась. А у меня там только 200 тысяч пока просмотров. Ну, было бы неплохо, если бы там было, честно, 121 миллион. Ладно. Тёма сейчас тоже проснулась и пошла отмораживать мою машину. Потому что она покрылась вот таким слоем льда. Короче, он там что-то будет с ней делать, не знаю что. Короче, хочет её завести, прогреть, чтобы лобовуха тоже оттаяла. Просто, чтобы машина не замерзала ещё больше и этот лёд не накапливался. Короче, так есть шансы, что всё будет окей. И на ней можно будет ездить, пока это вот не пройдёт фигня со льдом. Так что, пойдёмте собираться. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Я уже жду такси. Смотрите, машинка моя, сейчас я вам покажу. Ой, я не покажу, я не подойду, тут лёд. Короче, так, издалека покажу вам сейчас. Замёрзшая, капец. Ну, Артём её, видите, чуть-чуть почистил. Он её завёл сегодня, прогрел, короче, почистил эти все окна, стёкла. Видите, они уже без льда. Двери все подкрывал, чтобы сильно не примерзали. Короче, всё ок. Короче, машину чуть-чуть в порядок привели, но я всё равно не рискнула. Мне спокойно на такси проехаться. Воды на месте мне через 20. В принципе, успеваю. Субтитры подогнал «Симон» Кто-то супер радостный, счастливый, довольный, потанцевавший. Мы сейчас... Я уже приехала домой. Мы сейчас будем снимать тик-каке. Мы уже начали немножечко, пару штук хотим новых. И тут Элира. И Артём. Мы в одинаковых свитерах. А, ну давай, раз, два, три. Тинь. Всё, мы снимаем. Мы сняли несколько тик-токов, и мы молодцы. И я очень проголодалась. Мы хотели с ребятами поехать. Думали, на каток покататься. Но потом как-то не сложилось. У меня голова болит. Ребята чувствовали. Поэтому мы каток решили на завтра перенести. А пока что останемся дома. Мы заказали роллы. Вы заказали? Да. Ребята сейчас поедут. Вы заказали роллы? Да. Почему никто ничего не сказал? Я думала, тебе сказали. Не сказали? Ну, мы с Тёмой сказали себе. Жене со всей делью. Можешь где-то заказать? Ребята пойдут заберут просто. Где? В Евразии. Короче, я тут пока ходила очень голодная. Захожу на кухню, тут пахнет. И Марк такой, хочешь картошечки? Я говорю, хочу, конечно, картошечки. Смотри, Тём, меня Марк картошечкой угостил. А что вы там шепчетесь? А что, что случилось? Боже, Марк, пробуем. Жай. На, я приготовила картошку. Не могу, а? Тебе не мало. У нас дома очень холодно. Вот так. Мы и выживаем. Ася тоже он. А мне ух. Он тебе ок, и Тёме вон ок тоже. Очень холодно. У нас просто батареи работают в каких-то комнатах сильнее, каких-то меньше. А я писал, ты дай, иди на сноуборду. Сноубордисты. Вы уверены, что это где-то сильнее? Короче, не знаю. Мы уже пробовали и крутить эти батареи туда и туда. Но не креют, они у нас одинаково тепло. Илюха говорит, там термостаты позабивались. Да, это же правильно называется? Надо почистить типа что-то. Ну, короче, непонятно. У нас с Тёмой в комнате прям, ну, прям на порядок холоднее, чем у Жени Саси. То, что у них прям хорошо батарея это греет, у нас вообще нет. Ладно. Короче, плед спасает, мы будем кушать и смотреть сейчас фильм, триллер. Как называете? Подмена. Там, где Анжелина Джоли играет, и там её сына обрезанного не обрезали. Давай, мы потом будем обсуждать, потому что я беременно хочу кушать. Ты так заказала, такое ощущение, у нас будет целое, я не знаю. Ну, я хочу лапшу на потом оставить. На потом лапшу. Сейчас мы сушики покушаем, а лапшу потом. Я же потом опять кушать захочу, ты меня знаешь. Всё. А ещё у меня третья задержка, поэтому, может быть, я поэтому ем так много. Может быть, поэтому. А чё ты не смеёшься, смешно же было? Смешно. Ладно. Вот так у нас это всё сейчас выглядит. И ёлочка. Красота. Камина, правда, не хватает, но мальчики сказали, что камин сейчас вообще невозможно разжечь, там на улице лёд. В стакане лёд! Надо посмотреть у меня в сторис, как я только что это пел. Ребята, о боже, расскажите, что вы делали. Ой, что мы только не делали. Это было офигенно. Это самая, самая, да, самая яркая наша такая тусовка за последнее время. Реально. Ты катался на покрышке? Я катался на покрышке, я катался на ногах по дороге. Мы катались по парковке боком. Держался за машину, если вдруг кто не понял. Ну, на тросу, да? Да. Короче, ребята, это хренеть. Да. Главное безопасно. Да-да, я видела, как безопасно. Одной рукой Артём держится за трос, другой рукой снимает сторис. А как ты профессионал? Сноубордист. По-любому. Мы посмотрели фильм. Ой, я уже очень сонная и похожа на домового. Посмотрели фильм годный. Если вы любите триллеры, то я думаю, подмена, по-моему, так он называется, вам должен понравиться, в принципе. Не буду говорить вам подробностей, естественно, чтобы не спойлерить, вдруг кто захочет посмотреть, но мне зашло, в принципе. Правда, он очень длинный, 2,5 часа. Слишком, слишком длинный. Я сейчас пойду уже в душ, хочу смыть себе косметику и дальше спать. Пацаны там наши рубятся в гоночке с рулем таким настоящим. Сейчас покажу вам. Мальчики взрослые тут развлекаются. Капец. Это кальян, не думайте, потому что похоже на бурбулятор. Какой-нибудь такой маленький, я понял. Ладно, не твой спит, блин, я бы тоже поиграла с рулем, на самом деле. Не, я сейчас не хочу, я спать уже, я потом в другой раз. А, так там еще педали внизу, ребят. Да, нет, автомат. А, ну автомат, я поняла. Сцепления нет, короче, да? Да, автомат, да. Вы спать собираетесь вообще? Сейчас мы замеряем скорость. В смысле, максимальную, типа? Нет, мы меряем 0-0-0-0-2-0. А, непонятно. Ой, я пришла в душ. И ты, зай, иди спать тоже. Теперь у нас постоянный ритуал перед сном. Это включить увлажнитель воздуха. Потому что у нас работает обогреватель, вот этот довольно активный он. Он очень хорошо греет, но все равно для нашей комнаты недостаточно, потому что у нас тут два больших окна, от которых идет сильно много холода. И все равно, короче, он сушит воздух. Поэтому мы ставим вот тут увлажнитель, который нам делает воздух более хорошим. Вот видите, обычная влажность у нас в комнате где-то 55 в среднем показывает. А нужно, чтобы было где-то 65, как я поняла, нормальная влажность. Поэтому у нас она понижена и воздух сухой. Вот такие дела. Вода заканчивается. Блин, закончилась. Надо поменять. Короче, там, оказывается, было достаточно воды. Просто я как-то его поставила немножко под наклоном. И, в общем, он загрючил. Я его выключила, и все нормально. Сейчас уже будем отдыхать. Завтра воскресенье. Мы пока не знаем, что завтра делать. Мы сначала думали снять завтра видео, позвать оператора. Но Тёма почему-то... Чего ты не написал, Влада? Я просто кал. Тёма просто кал. Не написал оператору. Поэтому видео мы будем снимать в понедельник уже, я думала. Хочу снять ещё один кукинг точно. Так что скоро будет. Я заметила, что многие пропустили первый кукинг с Асей, который мы делали. В тот день вообще на Ютубе очень было всё плохо. Он сильно глючил. И с Инстаграмом то же самое было. Насколько я знаю, мне Ася сказала, что в тот день были траблы с Фейсбуком. А Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, они все очень сильно связаны. И, короче, если с Фейсбуком траблы, то всё остальное тоже может тормозить. Вот, походу, так это работает. И, короче, многим из вас просто видео с кукингом первое не предложилось в рекомендациях. Поэтому, если вы вдруг его пропустили, по тем или иным причинам, можете его посмотреть. Но вторая часть точно будет. Вот так. Будет она с Марком. Сегодня у меня прекрасно прошла тренировка. Учили сегодня новую хореографию. Следующее занятие во вторник. Но я думаю, ещё в понедельник сходить на какую-то тренировку. Просто к другому тренеру. Может быть, на растяжку, но я тоже схожу. Завтра уходной. Завтра никаких тренировок нет в студии. Поэтому будем смотреть. Я сегодня тоже сториз снимала в этот программчик. Я рада, конечно. Очень рада. И мы, кстати, собираемся провести перед Новым годом розыгрыш. Который будет длиться даже не один день. Такой, я не могу назвать это гивэвэм. Это будет не гив. Это просто будет конкурс, розыгрыш, подарков новогодних от меня, Тёмы и моей мамы. Вот это даже будет без миллиона спонсоров. Так что мы сейчас как раз продумываем, как это лучше сделать. Какие нам лучше призы для вас придумать. Так что если у вас есть какие-то пожелания о том, какие вы хотите призы. Мелкие или крупные. Пишите об этом в комментариях под этим влогом. Чтобы нам было легче сориентироваться, что вы именно хотите. Завтра ещё, наверное, вопрос в инстаграме приведу. Чтобы вы тоже написали, какие подарочки вас интересуют. И потом будет чуть позже вся информация про наш розыгрыш. Но мы подумали, что будет прикольно перед Новым годом порадовать вас вот такими вот прикольными подарочками. Это вам так пока Секретик рассказала. Ладно, ребят, я буду уже ложиться. Уже на самом деле почти три часа. Как мы так объясним, не сегодня долго досиделись, а? 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 Так получилось. Ой, давай мы хоть это, обнимемся что ли. Это что? Боже, давай. Смотри, даже пресс как будто бы есть. Ага. Выдохни. А-а-а. Тебе покраситься пора уже, кстати, опять. Не хочешь свой счёт растить? Да, и втрою. Блин, ну вот я сейчас трогаю, они, кстати, сухие такие стали вот. Ага. После первого как-то выкрашивания они нихренно поменялись. Да. А сейчас как-то уже... Ну ладно. Как у тебя день прошёл? Хорошо. Точно? Ага. Какие у меня завтра планы? Спорт. Спорт? Угу. У меня целый же день. Угу. Угу. Ты вчера храпел ночью, кстати. Ты тоже. Нет. Угу. Я не храплю. Или храплю. Угу. Не-е-е-е. Скажи, что ты пожудил. Угу. Я как-то волнуюсь теперь. Так. Надо спать. Угу. А чё мы в расфокусе? Э-е-е, не спи ещё. Маша на логика. Надо спать. Э-е, не спи ещё. Когда уже будет трек? Мы уже ждём все. Угу. Агрессивно. Э-е. Всё. А чё мы уже спать, пожалуй? А если я за зазокин? Ммм. Ну, ладно. Всё, ребят, мы отдыхать. Чё мы уже? Увидимся с вами завтра в новом логике. И в сторис, надеюсь. Боже, если вы ещё не подписаны на мой инстеграм, вы знаете, что надо сделать? А, и на тиктоках. Мы там сегодня пару прикольных тиктоков выставили. А, и на тиктоках. Продолжение следует...